Девы, доброго вам времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер. Рада вам приветствовать прогноз Тароскоп на ноябрь 2018 года. Работать я буду сегодня со Стимпанк Таро. Работаю, как вы знаете, на прямых и на перевернутых арканах, то есть в колоде карты в среднем 50 на 50. Если в вашем раскладе падают только перевернутые арканы, это идет указание на то, что вы, скажем так, накосячили в некоторых аспектах, и вам нужно исправить. То есть преодолеть какие-то препятствия. Это не значит, что я к вам предвзято отношусь, либо хочу вам подать какую-то негативную информацию. Карты так ложатся сами во время сборки и тасовки колоды. Итак, смотрите, как мы с вами сегодня будем работать. Стандартно я выложу 6 арканов, которые покажут вам общую атмосферу месяца. События, которые наиболее вероятно отыграются во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести текущий месяц. Расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может однозначно проиграться для каждого из вас. По той простой причине, что знак зодиака у вас один, а асцеденты у вас у всех разные. Поэтому, пожалуйста, смотрите и по асцеденту, сопоставляйте, по какому знаку у вас наиболее проигрываются расклады. Итак, давайте смотреть. Общее событие месяца, общая атмосфера. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у вас падает паж мечей, карта аналитики, карта слежки, прощупывание либо сбора информации. Когда, чтобы сделать какие-то выводы, либо принять значимое, весомое для вас решение, вам нужно будет хорошенечко все продумать, взвесить, обсудить, чтобы это, знаете, было четко выверенное решение. Потому что паж мечей не терпит каких-то скоропостижных решений. Нужен здесь, знаете, грамотный подход. Вы твердо стоите на земле, вы не витаете в облаках, вам четко нужны факты, на которые вы могли бы опереться. С позиции работы, что у вас здесь падает? Ситуация трудного выбора. Давайте посмотрим, с чем она у вас конкретно будет сопряжена. То есть вам могут предложить, например, если вы безработный. Ситуация выбора из нескольких предприятий, да, то есть нескольких должностей. Если вы наемный работник, то же самое может проиграться, да. Вам могут предложить повышение, вы стоит, не стоит пойти. Если у вас свой бизнес по семерке кубков, ситуация выбора. Как, например, бизнес для меньшинства развивать, с кем взаимодействовать, какое, например, русло направить. Возможно, вы хотите открыть какую-то дополнительную ветвь, чтобы увеличить свои доходы. Так, давайте посмотрим, в чем же здесь у вас будет трудный выбор. Так, перевернутая девятка кубков. Указывает на то, что либо работа здесь может быть не в радости, вы захотите каким-то образом что-то изменить. Либо вы будете поддаваться на какие-то проволочки и манипуляции со стороны окружения, либо вашего руководства. А для вас самый главный значимый аспект, то есть вы готовы терпеть эти нюансы. Если как копеечка, копеечки, рубль бережет. Что для вас была стабильность, была своевременная оплата труда и была возможность, скажем так, четверка пентаклей – это заработок ниже ожидаемого вами, но который обеспечит вам прочную финансовую базу. Видите, есть накопленные, отложенные средства. Но для девы, как для земного знака, это вообще актуально. Так что с позиции работы вот такая ситуация. Возможно, вы здесь еще будете взвешивать, допустим, я предложу должность, но работа вам не в радость, но вы можете согласиться, потому что работа оправдана с позиции финансов. Еще так может отыграться. Так, в плане финансов, что у вас здесь? Ну, восьмерка жезлов, карта роста, карта увеличения доходов, карта прибыли. Кстати, для многих отыграется, если кто-то, ну как, занят в командировках, поездках, переписках, потому что восьмерка жезлов – это не только карта, допустим, переездов и логистики. Она отвечает также за контакты, ну, с иностранными лицами, да, либо в целом контакты междугородние, то есть поездки, переезды, связи с другими людьми. Вот это вам позволит увеличить рост вашего дохода, то есть деньги здесь будут расти. Кстати, по этим картам вы также можете в ноябре месяце зарядно потратиться финансово на какую-то поездку, путешествие, либо переезд. В плане здоровья. В плане здоровья у вас здесь падает король кубков. Карта замечательная, здоровье замечательное, самочувствие замечательное. Единственное, и мальчики, и девочки, не переусердствуйте здесь, пожалуйста, с выпивкой. Обратите на это внимание. Это все, конечно, хорошо, но дабы потом это вам не, скажем так, вошло в какой-то негатив. Я сейчас не говорю о том, что вы алкоголики и так далее, чтобы у вас не были такие комментарии. Просто говорю, что для некоторых это может отыграться как пресыщение алкогольным, дабы у вас потом просто с этим не было проблем. Поэтому, ну скажем так, не увлекайтесь. Для тех, так, с позиции личной жизни, старший аркан правосудия. Ну, позиция как ты ко мне, так и я к тебе. Почему? Потому что если вот мы посмотрим на данный аркан, здесь сопоставить и что-то взвесить на чаши весов. Как к вам относится и как нужно соразмерно соотноситься в ответ. Может проиграться для кого-то как вступление в брак, а для кого-то как наоборот бракоразводный процесс. Поэтому сейчас будем с вами это уточнять. Что же у нас здесь конкретно? У королева кубков эмоции здесь бьют у вас через край, поэтому в большей степени здесь у вас любовь-морковь, перевод ваших отношений на новый уровень и новые обязательства, за которые вам придется отвечать. Если смотрит меня здесь мужчина, то здесь сама по себе ситуация воодушевления, вдохновения с творческой особой. Женщина такой яркой и импозантной. Не обязательно она должна быть в водной стихии. Для некоторых может проиграться королева кубков, если смотрит меня мужчина, как, допустим, не женщина в водной стихии, а как, допустим, появление любовницы, потому что вы здесь падаете как пара. Если же здесь не идет речь о любовнице, то здесь четко правосудие в связке с королевой кубков указывает на ваше желание вывести отношения на новый уровень. Если же на текущий момент вы здесь свободны, то для мужчин появление женщины, а для женщины здесь просто период какой-то влюбленности, флирта и новых знакомств. Так, ну из позиции совета, перевернутый паш пентаклей, как говорят здесь карты, в погоне за заработком, работой и какими-то нюансами в личной жизни, самое главное, чтобы вы не превращали особенно свою личную жизнь в рутину, потому что данный аркан указывает на скуку, рутину, серые будни, в которых вы не желаете ничего менять. То есть вам хочется, чтобы сделали все за вас. То есть партнер либо партнерша были к вам романтичными, отзывчивыми, устраивали вам праздник жизни, но здесь нужно немножечко постараться и вам самим. Иначе, скажем так, если вы хотите каких-то кардинальных перемен, с этого места вы не сдвинетесь, потому что рыцарь пентаклей всегда указывает на ситуацию, которая замедленно в действии, не дождетесь вывозить быстрых результатов, поэтому нужно здесь двигаться, делать что-то самому. Особенно это касается мужчин. Если вы хотите завоевать барышню, двигайтесь. Вот так. Кстати, для некоторых мужчин, здесь тоже может в связке проиграться, как ситуация перехода отношений на новый уровень из-за беременности женщины. Вот еще такой вот может быть. Но, повторюсь, это для мужчин здесь может отыграться. Если же в целом, то, как говорит карта, месяц у вас плодотворный, чтобы изменить вашу жизнь и перевести ее в лучшее русло в плане социального статуса, в целом каких-то новых эмоций, перспектив, берите все в свои руки. Потому что по императрице судьба этому благоволит, выходя из положения, еще сейчас самое плодотворное время для каких-то кардинальных и благоприятных перемен. Так что вот так. Девы, месяц у вас замечательный. Поэтому искренне и от души желаю вам, пусть у вас боятся только самые-самые благоприятные аспекты. Это искренне и от души. Особенно девочки. Девочки часто у нас нерешительные, поэтому отбрасывайте все здесь свои какие-то неуверенности в себе, внутренние блоки и недомовки. Меняйте свою жизнь к лучшему. Для тех, кого интересуют мои индивидуальные консультации, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. До новых встреч.